Если вы пришли с работы, а дома все прибрано, а жена готовит, а тёше вяжет, а дети делают уроки, а собака спокойно лежит на своем рабочем месте, значит они сломали ваш компьютер. Если кто-то вам говорит, что в этой жизни видел все, попросите ему пересказать YouTube. Олимптика! Гениальным преступникам прошлого века, чтобы быть неоловьевым, приходилось изобретательный ум, стратегическое мышление. А сейчас проще, не выкладывай свое поступление на интернет, и ты не пойман. Сейчас на улице мало помощи в случае чего. Максимум можно расширить на вертикальные видео своим участием для YouTube. В военкомате, военком спрашивает призывника, ну что, две тысячи баксов или армия? А тут вытаскивает видеокамеры и спрашивает, ну что, YouTube или военный билет? Олимптика! Учитель спрашивает, Волчка, а что ты можешь рассказать о панамском канале? Волчка говорит, ничего не могу рассказать, Петра Петрович, на YouTube такого канала нету. Маленький мальчик с мамой идет по городу и плачет, капризничает, сам не знает, что хочет. Мама говорит, да я тебе куплю мороженое. Мальчик не унимается. Мать говорит, я тебя накажу. Мальчик говорит, ну и наказывай. Мать подумала и вытащила телефон. Вот я сейчас запишу тебя, как ты плачешь, и выложу на YouTube. Мальчик говорит, не-не-не, только не YouTube, давай, согласен на мороженое. Дорогой, что ты почувствовал после первого свидания со мной? Пустоту в кошельке. Олимптика! А помнишь, мы все вместе и по очереди внесли ее на руках, радовались. Ну сколько можно, вынеси на конец эту гребенную елку. Два наркомана идут по вечернему городу, устали, сил нет идти. Один говорит, слушай, давай, угоним автобус, вон автопарк. Другой говорит, согласен, давай, я постою на шухере, а ты выгоняй. Так и есть. Один остался на шухере, другой залез в автопарк. Тот, кто остался на шухере, ждет, 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 никто не выходит. И зашел посмотреть, что там случилось. А тот мечется между автобусами и переговоривает. Да никак не могу найти пятый номер. А тот говорит, да ладно, угоняй 16-й. От рынка пешком дойдем, там недалеко. Заходит мужик в хозяйственный магазин и спрашивает, дайте мне бухонку хлеба. А ему говорят, продавщица говорит, да у нас хозяйственный магазин, у нас топори, ножовки, кастрюли. На следующий день опять приходит, дайте мне бухонку ржаного хлеба. Ему опять говорят продавщица, да у нас хозяйственный магазин. Кастрюли, ножовки, топоры, напильники. На следующий день опять приходит, с таким же вопросом. Эта продавщица надоела, она пожаловалась по своему мужу. Муж говорит, да купи-то ему эту бухонку хлеба и продай потом. Она так и сделала, купила бухонку хлеба. Приходит мужик, а она ему говорит, а вот ваш хлеб. А тот говорит, хлеб я уже в аптеке купил, дайте мне манной крупы. В ветеринарную клинику заходит мужик и говорит, сегодня моя собака покусала кредитора. Ее спрашивают, вы хотите, чтобы мы его усыпили? Он говорит, нет, вы лучше заточите ему зубы. Предупреждение на косметическом препарате. Никогда не злоуподобляйте омолаживающим препаратом. Это вызывает появление подростковых угрей на лице. Подписываемся, кликаем на колокольчик. Если хотите почитать еще анекдоты, смотрите на ютубе, там внизу еще есть анекдоты. Продолжение следует...